Горел транзистор, вот этот, там был на 200, на 100 вольт, 200 ампер, 0,2 или 0,3 ома где-то, поставил РФП 460, на 600 или 400 вольт, на 600, в общем, за много, и у него 20 ампер. У меня других не было, тут на сериале отпаял вот этот третий, можно было приподнять вот эту липучку, держала так, открыть ее нужно, пока работает, он, наверное, уже так не будет держать, как прежде, а он перегорел, когда я контакт подключал, видимо, там какое-то изгорение было, может, там как-то обратное, да, изгорело, из точков напряжения, не знаю, почему он сгорел, но точно нет перенагрузки, потому что там особые нагрузки, у меня было во время подключения как раз сгорело. Я там подключал пилу, с коллекторным мотором, там, может, какая-то изгорение было, но тут же склаживающие конденсаторы есть, 93 вольт, и это у нас, не знаю, почему сгорело. А теперь Должно работать, там 13 вольт, а тут 93 на выходе. Должно работать. Что ж такое? Не работает. Без радиатора проверял работу. Только что. Я не там подключил, я наут подключил. Надеюсь, от этого ничего не сгорело. Перепутал. Должно очень внимательно быть. Тут плюс ин, тут минус ин. Ниже напряжение до 3 вольт. Всякий случай. Вот, загорелась на выходе лампочка, вроде бы все нормально. Теперь до 9 вольт подниму. Он запустился. Немножко побольше. На выходе должно быть 93 вольта. Отключил. Протела немножко, пока питание отключил. Ну, в общем, похоже, работает. Теперь какую-то нагрузку. Проверить надо. Вот, запустил от этого адаптера. У меня теперь аккумулятор не хочу проверять. Там-то велосипед, но боюсь там что-то испарить. Потом запустил от адаптера. Вот тут уменьшил входное напряжение. Ограничение входного тока. То он не запускался. Ему ток не мог такой выдать. И тогда запустился, когда уменьшил входной ток. Вот этот уменьшает входной ток. И тогда красная лампочка горит. И говорит, что ограничение тока работает. Вот напряжение на выходе, посмотрю. 50 вольт. Ну и от 50 вольт он должен... Должен начать как бы кипятить. Он, конечно, до 100, наверное, не дойдет. Может где-то до 70. Вот здесь. Ну хотя бы так. Вот. На выходе. У нас же 35. Он показывает. Ну тогда... А, нет. На входе. 35 вольт и 3 ампера. 104 ватта. На входе. Уменьшает. 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 Максимальный масс. Уменьшает. Тут уже 68. Не подходит. Где-то максимально 100 ватт. Может. 106. температура поднимается понемножку ну когда тут около 120 тут наверно ничего не будет греться даже на 440 и рфп 460 лист это 460 на алиэкспресс купили не ясно какие-то оригиналы или поделки который был вот его напряжение 100 вольт девайс 5 ом 10 вольт на базе танкшоу кажется 1 ом 1р и 0 это 1 ом я так понял то есть на затвор вот такие специфики 1.8 ом в общем очень мощный транзистор его емкость вот очень большая 15 пикофарад когда у рфп 440 460 4000 с чем-то вот его напряжение 500 вольт вот тут у меня их я нашел свой и транзистор я их давно вот например они все как бы разные вот эти я недавно покупал на алиэкспресс кстати давно я как бы не про их забыла потом этот копался и нашел искал искал там что-то и нашел такие у них разные затворы сопротивлений то есть емкость вот 5 и 17 нанофарад у этого который нет кайна это вот пользовались использовались раньше где-то у них совсем другая емкость 8 и 7 нанофарад но так как они использовались больше вероятно что они эти оригинальные вот эти вот они не оригинальные мне кажется вот такой вот поставил как бы который больше шанс что они оригинальные которые не так давно покупал на алиэкспресс еще думал ставил и рф 640 вот такое они кажется очень слабые это поделки какие у меня не очень много нашел вот тут и рфп 250 н тоже на или покупал разные тут модели нужно было их ставить они больше подходят но тех только что у меня побольше есть поэтому ладно если кто сгорит будут знать что ставят какие-то еще 50 40 но это наверно подделки слабые тут еще вот тоже возможно поделки может мне но на алиэкспресс в основном все куплены у меня что не на алиэкспресс там я в тумбочке хранила потому что они очень дорогие относительно нагревается очень медленно но пока тут феррит он как бы немножко теплый радиатор под теплее но тоже не горячий немножко теплый я как бы это рассчитываю больше чтобы электрическую пилу подключить на 2 киловатта там как бы есть аккумуляторная пила но там 2 ампер часа аккумулятор 18 вольт там она послабеет не знаю сколько она потребляет но тут вот 100 ватт как бы до этого пишут преобразователь где-то 98 процентов максимальный так может где-то минимальный 94 поэтому все равно это будет мощнее чем та пила которая есть це на аккумуляторе на том оригинальных транзистории напомню что он был горячей на 370 вата же был когда долго подключен без радиатора тогда был горяч и холи то очень горячий радиатор чем из 370 вот но все равно Не доводить на таких температур. Максимум тут, наверное, 200 ватт будет. Теперь, наверное, может каких-то 150, чтобы радиатор не перегревался. Но тут хорошо, что можно подстроить входной ток. И тогда автоматически снижается выходное напряжение и выходная мощность. Вот. Я тут где-то был отошел, что он почему-то отключился. Хотя, да, 46 пишет, что поднялась температура. Ну вот, теперь пока включил, пишет вот 68 ватт почему-то. Может этот? Преобразователь. Тот перегрелся. Вот тут он совсем еле теплый. Адиатор. Ну вот, остановилась на стол. Немножко меньше, чтобы не было перегрузки. Нет, это 42 ватта. Ну, увеличить. Ну, тут на пределе как-то работают. Еле-еле уменьшить, но он сразу сильно уменьшает. Чтоб немножко ему легче было работать. Ну, до 100 ватт. Вот этот он горячий. Не горячий. Но теплый. Достаточно. Сейчас я продолжаю опыт. Чайник. Чайник еще теплый. Сам включил в розетку, он сам включился. Влетит 6 градусов. Вот он за час остыл где-то на 10 градусов. 85 ватт. Показывает, что защита срабатывает. Почему-то потребление упало до 48 ватт. Вот сам выключился. Оно точно выключился, я не знаю. Показывает все-таки, что мощность идет, может, все-таки не выключился. Даже не теплый. Моя рука, наверное, и то теплее. Вот. 89 ватт. Но так-то горячий. Ну, 73 градуса, он, наверное, уже больше там не поднимется. тут итак 32 вольта он тоже горячий удержать нельзя а вот столько удержать нельзя дальше обжигает его где-то минимум 2 ампер поэтому уже больше снизить снизить не могу 2,85 ампер где-то минимум 2 ампер вот уже выше не удается мощность набрать вот 84 это все-таки вот 4 ампер но показывает входное напряжение 21 вольт хотя тут 33 показывает вольт 21 почему-то неужели на проводах столько потерь идет ой вот на этом контакте может быть потерь много контакт не очень рассчитан на такие мощности докрутил до 96 ватт 3 ампер и 31 вольт немножко снизить вот такой прикол температура так не поднялась тепловизор показывает самая большая температура как бы вот тут где-то если тут палец и тронется вообще тут нужно долго держать ничего не станет но показывает что вот тут самое горячее вот тут вот палец прикасан нельзя удержать долго но показывает что вот тут самое горячее хотя там я могу палец и держать долго странно вот тут могу показать какие температуры самые высокие минимально максимально 35 грамм сутка там где-то вот эта микросхемка наферите наферите 27 где-то тут радиатор ныть вот это наверное радиатор вот это 34 градуса ну как я и говорил чувствуете что он холоднее чем моя рука или примерно такой температуры вот 77 градусов вот опять мощность по 83 ватт ну в общем где-то при 80 градусах кажется уже многие бактерии погибают поэтому можно до конца не закипятить ну вот на 82 ватт теперь этот градус вот такой на 84 ваттах на выходе где-то 50 ватт наверно на 50 вольтах 44 вольта даже по сути можно именно прямую на третьих 6 вольтах закипятить но там будет где-то до 76 5 градусов тут до 82 градусов вот включил теперь аккумуляторы оказывается это 164 ваттах было отдано энергии где-то и теперь попробую на большей мощности закипятить чайник до 100 градусов вот тут почему-то 400 ватт 37 вольт вот он сразу же зашумел там ничего не показывает а вот включилась почему-то надеюсь там мосфет не смотрел а когда включил тут вот показывал видел 10 теперь и выше 400 ватт я же был ограничивший когда были 31 вольт это был ограничивший выход почему он как бы это ограничение не сработало не понял может при разном напряжении смещается как-то а теперь непонятно что тут сгорело но бмс отключила может и транзистор сгорел короткое замкание стало и бмс отключил да похоже транзистор сгорел когда подключаю вот как и раньше когда подключаю вот пропадает 3 вольта наставил даже 3 вольта пропадает то есть накоротить начал транзистор наверно между затворами и истоком нужно стабилитрон поставить может там какие-то импульсы потому что что-то от перегрева как-то не очень верится радиатор несколько и нагрелся но было 10 ампер он по идее 20 ампер держит хотя там прослойка есть резиновая может ну что и поэтому она и не очень там тепло отдает транзистор через нее и зимой и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...